Приветствую вас. Правда заключается в том, что если бы он мог реально вас найти, если бы он мог действительно что-то вам сделать, если бы он был бы способен на какие-то физические действия, то никто бы об этом на самом деле не говорил. То есть понимаете, людям действия, людям дела говорить на самом деле не нужно, мне просто берут и делают. А если человек много говорит, значит он не будет делать, это то, что вам нужно, нужно понять. Зачем говорить, зачем брать энергию, зачем испытаться развести, например, да, девушку там на фотографии интимные, либо на интимное видео. Зачем? Зачем, если можно просто взять и что-то сделать? То есть как бы он бы просто взял бы и сразу сделал, он бы написал, потому что, ну я думаю, вы не будете спорить с тем, что живое взаимодействие, оно лучше, чем по сети, да, в любом случае. Не думаю, что вы будете с этим спорить. Вот. И, собственно, всё. И, собственно, всё. И, собственно, больше, больше здесь ничего как бы и не нужно добавлять. Другое дело, другое дело, что вы, может быть, не чувствовали себя в безопасности и раньше, другое дело, что вы, может быть, себя не защитили, не можете себя защитить, другое дело, если вы испытываете какие-то проблемы с этим, да. Вот. То есть это, опять же, вот, ваша паранойя, она, она имеет по собой причины, ваша паранойя имеет по собой причины, но причины, которые ни в коем случае никак не связаны с этим человеком. То есть причины вашей паранойи и страха связаны совсем с другим, причины вашей паранойи и страха связаны только с тем, что вы сами не можете себя защитить, что вы сами не можете себя безопасить, что у вас есть подозрения, что у вас есть подозрения, у вас есть сомнения относительно того факта, что вы можете справиться с какой-либо угрозой. Вот. С чем это связано, сказать вот так, на скидку, на самом деле, ну, довольно затруднительно, потому что, как бы, ну, нужно, этот момент нужно исследовать, да, более, так скажем, подробно, потому что все-таки это достаточно серьезная история. Вот, может быть, вы живете или жили с достаточно строгими, например, родителями, вот, которые вам, там, условно говоря, не позволяли никак себя защищать, да. Вот, может быть, может быть, наоборот, родители очень мягкие, приучили вас к этой, ну, к этой вот мягкости, к такой же, да. Вот, ну, так или иначе, вы не, вот, вы не в силах себя защитить, это, это достаточно серьезная проблема, на самом деле, потому что, ну, я понимаю, я понимаю просто, я понимаю просто, что вам здесь тяжело, я понимаю, что вам тяжело. Вот, понимаю, что вам тяжело, но, как бы, здесь нужно исходить именно из того, что ваши опасения, они, как бы, ну, они имеют, они имеют права на жизнь. Ваши опасения, вот, то есть, ваши опасения, они обоснованы, скажем так, вот, они обоснованы именно потому они обоснованы, что вы не чувствуете себя в безопасности, вот. И человек, да, вот, человек, этот мужчина, кстати, вы так, вы так говорите про его, ну, про то, что он интересуется 11-летним, вы, вы не можете знать, сколько ему лет, ну, вот, поэтому, тут, мне кажется, вы поспешили. С выводами, вот, но, тем не менее, тем не менее, а, этот человек, он, ему в некоторой степени, а, можно сказать спасибо за то, что, за то, что он показал вам, вот, он показал вам, что, что, что есть, вот, такая проблема, проблема, у вас есть такая проблема, что вы боитесь, что вы чувствуете свою неуверенность, свою недощищенность, вот. И, собственно, теперь вам нужно просто обратить на это внимание, да, и поисследовать, вот, постараться, разобраться в этом, постараться понять, ээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ Ну, потому что, ну, потому что вот я бы очень хотел, чтобы вы вот всё-таки увидели вот этот вот момент, что он человек, если он, вот, ну, если он действительно чего-то хочет, если он действительно что-то может, он как правило это делает. То есть, ну, тут как бы не нужно придумывать так называемые многоходовки, да, так далее, просто это не нужно. Вот, если вот он так себя ведёт, значит, за этим на самом деле ничего не кроется. Но ваша проблема, она заключается именно в том, что вы это вот как бы приняли за чистую монету, вот, и это говорит о том, что у вас есть определённые страхи, которые, скорее всего, были изначально у вас. То есть, у вас вот изначально какие-то страхи всё-таки были, и мне кажется, что вот, наверное, и, наверное, именно на них вам не стоит обратить своё внимание. То есть, молодой человек, по сути, просто показал вам, что вы не защищены. Вот, что вы не защищены. Обратите внимание, что вы не задаёте вопрос, обратите внимание, что вы, как бы, ну, не озвучиваете то, что хотите получить от психологов. Вот, с историей вы поделились, это понятно. Вы молодец, что поделились, но, как бы, что дальше здесь не очень понятно. Обратите внимание также на то, что вы никому не рассказали эту историю. То есть, я так полагаю, что, по-видимому, вы стыдитесь её. И это, в общем-то, тоже достаточно серьёзный показатель. То есть, если вы стыдитесь этой истории, если вы никому не рассказали, то, возможно, возможно, дело здесь заключается в том, что вы не доверяете, ну, как бы, вот, что вы не доверяете, может быть, людям, которых, которые, грубо говоря, вокруг вас, вы не доверяете этим людям. И у этого удовольствия вы этим людям не доверяете, ну, тоже, наверное, есть какие-то свои причины, которые, ну, как мне кажется, надо бы разобрать, потому что это также может на вас влиять. И влиять достаточно сильно. Вот. Это то, что я могу вам сказать, да. То есть, посмотреть на проблему шире, посмотреть на проблему глобальнее, это вот то, что вам можно и, наверное, даже нужно будет сделать. Вот. Потому что то, с чем вы столкнулись, это лишь, ну, условно говоря, это лишь эпизод. Это лишь эпизод. Это лишь эпизод вашей истории. Вот. Ага. Я не обесцениваю. Ну, так не хочу, чтобы вы думали, что я обесцениваю. Вот. Но, тем не менее. Тем не менее. Чтобы решить проблему, нужно именно более глобально посмотреть на то, в какой психологической реальности вы живете. Вот. Что касается ваших действий, то, ну, я не уверен, во-первых, что вам нужно мое одобрение, да, но совершенно очевидно, что поступали вы в целом-то правильно, в целом-то вы поступали адекватно, в целом вы поступали верно, что игнорировали, все. Ну, вот. Просто почему-то не нашлось человека, которому вы смогли, ну, довериться. Вот. И это, конечно, конечно, мягко говоря, тревожный звоночек по отношению к вам. Потому что друзья-то могли бы знать, вот, о том, что происходит в этом, на мой взгляд, ничего такого нет. Вот. То есть, возможно, вам просто тяжело раскрывать какие-то свои, ну, что-то связанное с вами. Вот. Если так, то, опять же, ну, с этим нужно будет работать, с этим можно вам помочь. Вот. Главное, чтобы у вас было на самом деле желание, желание. Вот. Я так понял, что вам сейчас ээээ 18, вот. Вот, у нас здесь с вами можно будет поработать. Вот. Ааа. Обращайтесь к любому из экспертов, который вам придётся по душе. На этом всё. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, дополнительные пишите в личку. Буду рад вам помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.